Как-то давно у Забести было видео о том, что она переделывала подоконник и сделала из него такой подоконник-столешницу, на котором можно, в принципе, было бы обосноваться и сидеть за компьютером и как бы косметика рядом. В общем, такой стол прикольный получился, как не стол, даже столешница, подоконник-столешница. В общем, мне эта идея понравилась еще давно, когда она только показала, в принципе, эту идею. Дома у нас не было, в общем, времени это сделать. И что вы думаете, в съемной квартире вот такой вот большой подоконник, он просто огромный. И я, когда сначала мы сюда переехали, как-то не облюбовала его, не до этого было, наверное. У меня здесь такой бардак не просто так, это, в общем, рабочий такой стол у меня. Да, вот батарея получается. Из-за батареи, конечно, неудобно сидеть, ноги упираются. Но, знаете, меня это нисколько не останавливает. Он такой длинный, огромный. Я здесь и снимаю часто, и сижу чаще всего за компьютером, крашусь тоже чаще всего. Кстати, кому интересно, вот это вот вся моя, практически вся моя косметика, которая у меня есть, которой я пользуюсь на данный момент. В общем, мне этого хватает. Блески, которыми именно на данный момент пользуюсь, потому что помадами я редко пользуюсь. Здесь, кстати, вот такие карандаши у меня для глаз. Пришла с работы, решила вот немножко так перекусить, отдохнуть, так сказать. В общем, пью горячий шоколад и вместе с вот этой вот вкуснятиной. Люблю очень сушку, либо какие-нибудь там хлебцы с изюмом. Хотела в магазине ирис очень, не знаю, очень почему-то захотелось. Всего бывает такое. Я брала недавно мягкий такой, знаете, который как плитка с шоколада идет. Он так мне понравился, такой вкусный. И, в общем, не было такого в магазине, который рядом с нами. Взяла вот такие вот, как ирис-конфетки. В общем, жесть. Они, конечно, очень твердые. Не советую никому их брать, если кто думает, там, деткам взять. В общем, брала я в магните. И не советую. Они очень твердые. Их нужно именно рассасывать. Как-то скушать их не получается. А я люблю, чтобы они хотя бы были вязкие, но мягкие, чтобы можно было и жевать. И я не могла это не заснять. Посмотрите, какие у нас облака. Буквально с утра был дождь. В обед где-то снег. И вот под вечер у нас светит солнышко. Все на улице практически высохло. И такие вот красивые облака. Сам вид такой вот красивый, красочный. У меня прям вдох захватывает. Красиво. Субтитры сделал DimaTorzok